Всем огромный привет! Ну что, настало наше время первый раз в Америке заправить машину. Мы приехали на заправку и подъехали уже к нужному нам столбику, и сейчас будем заправлять машину. Так что всем приятного просмотра, наши первые шаги, первые этапы, даже машину заправляешь первый раз. Вот так бывает. Так что будем сейчас определяться с номером и так далее. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу нашей заправки. У нас теперь задача номер 5, наша колонка, и теперь надо понять, где здесь бензин, а где здесь дизель. Вот у нас машина, которую надо заправить. Надо тут откручивать. Ну, давайте, ребят, подсказывайте, что надо делать. Пятки, смотрите, тут можно сразу даже заплатить, если у тебя есть карта, ты просто всё это можешь сделать сам. Вот это классно. Обалдеть. Для особо, особо умных людей, то есть для самых умных, здесь всё написано, видите, даже картинками всё показано. Нужно только уметь читать, да, и пользоваться информацией. Вот, короче, вот как-то так. Из того, что мы знаем, что нужно сначала в Америке заплатить за бензин, то есть мы сейчас пойдём на станцию вон туда, сначала заплатим за бензин, а потом придём и заправим. В Польше же совсем по-другому. Сначала мы заправляем на то количество, которое нам нужно. Там обычно сразу же высвечиваются злотые здесь, видите, доллары. И сколько вы заправили в галлонах, по-моему, это идёт, да, вроде в галлонах. В общем, ну, идёмте, будем платить. Так называется наша станция, и мы первый раз идём оплачивать. Выглядит заправка. Надеюсь, мне не скажут, что нельзя снимать, как это обычно бывало в Польске. В общем, здесь тоже всё можно купить, но нас интересует совсем другое. В общем, на английском, представляете, это удивление. Я вообще в шоке, что в Америке надо разговаривать на английском, оказывается, да. В общем, надо на английском сказать, сколько ты хочешь заправить бензин. И номер своей колонки. Вот, ну, так что такие вот дела. Мы всё это сказали, представляете. Мы смогли, мы справились. Вот, мы всё это сказали, и сейчас нам дадут чек. Нам надо большую кучу денег, долларов. Короче, нам сдали сдачу, и всё. И никакой, ни чек, ничего не дали, да? Ничего не дали, никакой, ни чек. И всё, мы просто идём и заправляем. Ну, вот так вот, пожалуйста. Деньги вернули на базу. В общем, идём, а хоть знаем, что заправлять-то. Да? Короче, заправляемся. И так, сняли крышку. Это мне помогли. Thank you, thank you, свою мать. Ну что, берём большой аппарат, да? Так, картинку я там уже посмотрела, да? Делаем сюда. Теперь поднимаем вот эту штучку, да? И вот сюда делаем, да? Нет. Наталья, help me. Thank you so much. А, и нажать восемь. Ну так ты надо мне сказать. А теперь ты держишь. В общем, доверила мужу держать. Зачландка. И какой восемь. Пожалуй, я не буду доверять. И всё? А, вот всё. Ура, палочи! Опять исключено. Мы разобрались и... Нужно пока что держать. Мы пока что считаем, что мы должны держать. Немножко придавливать. И оно соскакивает почему-то. Вот. Нам кажется, что мы попали на непонятную колонку, которую нужно держать руками. Нашу заправку. В общем, заправились как смогли. Еее! Первая заправка свершилась. Поздравляю всю нашу семью с первой заправкой. Торжественно закрываем бак. Вроде как есть такая заклёпка, чтобы ты не должен был держать. Но нам пришлось держать вот этот автомат на определенном уровне, чтобы оно не соскакивало. Потому что если оно соскакивает, то бензин переставал идти. Ну, в общем, заправились, короче. Мы молодцы. Мы это сделали. Еее! Поздравляйте все наши комментарии. Спасибо большое за просмотр. Мы едем дальше делать наши дела. Пока-пока. До встречи в Америке! Как-то так. До встречи в Америке! Продолжение следует... Продолжение следует... Так.